Дорогие друзья, всем привет! У нас наступило долгожданное лето Лошади у нас уже вышли на выпас Сеном мы кормить их перестали Кушают теперь свежую травку, гуляют И с наступлением лета появилось очень много насекомых Они все активизировались, кусают, залетают в глаза Животное, даже сейчас, вот дикоинка стоит, немножко нервничает Потому что ей не очень удобно И в связи с этим мы планируем сегодня начать обработку Мы завели животных на нашу новую ферму Сейчас мы будем по очереди их выводить и обрабатывать Кстати, задают вопросы по поводу обработки нашей фермы Чем мы ее обрабатывали В прошлом году мы обрабатывали наши стены и потолок Специальными средствами от плесени и грибка В этом году весной мы также обрабатывали специальными средствами И перегородки наши покрасили известью Чаще задают вопрос по поводу молочной фермы При содержании коров УКРС У вас там родильное отделение Телятник, молочный цех Обработка на вашей ферме происходит немного другим образом В родильном отделении обработка происходит во время отела Ну и после отела В телятнике, когда привозится новая группа телят Телятник обрабатывается Когда телята уходят на откорм Становятся взрослыми Телятник снова обрабатывается Перед тем, как запустить новую группу телят Еще неважно Занимаетесь вы лошадьми, коровами, козами, овцами, курами и так далее Если у вас на ферме происходит падеж Или животное заболевает чем-то После того, как все это дело проходит Нужно ферму будет еще раз обработать Главное, важно помнить Что животноводческие помещения Нужно обрабатывать обязательно Минимум два раза в год Это весной и осенью А остальные обработки Это уже индивидуально Смотря чем вы занимаетесь Я уже переоделся специально Для обработки Уже одел верхнюю одежду Перчатки приготовил и так далее Как я уже говорил Начался пастбищный сезон Сейчас люди выводят животных своих на пастбище Это в основном коров Мы выводим лошадей Сейчас начинается лед насекомых Комаров, слепней, мух Они очень сильно кусают животных И их нужно в срочном порядке обрабатывать Многие люди используют какие-то дедовские методы Отвар полыни Кто-то использует залу Мы используем специальные ветеринарные препараты Которые производятся специально для обработки Наш препарат мы будем использовать Сенофлай Вот Взял перчатки Без этого Без перчаток обрабатывать никак нельзя Так, ну что, одеваю сейчас перчатки Почему мы используем Сенофлай? Потому что это препарат российского производства Он всегда есть в наличии Цена у него всегда примерно одинаковая Мы обрабатываем животных с весны по осень И у нас никогда не возникает с ним проблем Прежде чем наносить Сенофлай Нужно сперва посмотреть спину Чтобы спина была чистая Без грязи, без ран там каких-то Без порезов Лошадь у нас уже чистая Я щеткой вычищать тут мне нечего Чистить нечего Спина сухая, уже осмотренная Если, например, у вашей коровы есть рана какая-то на спине То нужно дождаться ее заживления Там обработать ее сперва Дождаться заживления Только после этого можно наносить данный препарат У Сенофлай есть удобный дозатор Мы обычно используем шприцами, когда обрабатывали А у Сенофлай есть такой удобный дозатор То есть он сейчас на данный момент пустой Здесь он показан 10, 20, 30 миллилитров Нажимаем на сам бутыль и заливается Вот видно, что он заливается Сейчас 10 миллилитров зальется Все Почему я заливаю 10 миллилитров? Потому что по инструкции указано То, что 0,3 миллилитра на 10 килограмм веса Диковинка у нас, лошадь, весит более 300 килограмм Ну, поэтому будем использовать 10 миллилитров А прежде чем обрабатывать большое стадо Ну, например, коров Выберите 2-3 коровы Обработайте сперва их Посмотрите на аллергическую реакцию И после этого можно будет уже обработать общее стадо Обработку производим от холки По спине И до репицы хвоста Обрабатывать будем спокойно Прямо выливая из этого дозатора Нужно, чтобы препарат был равномерно нанесен от холки По спине И до репицы хвоста После обработки Животное выпускать на улицу нельзя 6-8 часов Оно должно находиться на ферме Потому что нельзя, чтобы подали солнечные лучи на препарат И нельзя, чтобы намочило дождиком Чтобы он смылся Потому что из-за этого препарат работать просто не будет Со второй лошадью делаем ту же самую процедуру Санофлай работает 4-6 недель То есть через каждые 4-6 недель нужно будет заново процедуру повторять Часто спрашиваете по поводу клещей По поводу укусов и так далее Сейчас у нас жарко Клещей мы показать вам не сможем Но нужно постоянно животное осматривать на их наличие Они часто прячутся вот здесь вот Получается под шеей За ушами частенько находятся А нужно осматривать вот так вот гриву Тоже они могут находиться в гриве Бывает, что они и в другие места тоже кусают Как бы присасываются и так далее Если вы найдете клеща То вы его просто выкручиваете резко Чтобы там не оставалась главная головка Осмотр на клещей обязательно Могут переносить разные заболевания Особенно это важно, если у вас дойные животные Потому что эти заболевания могут передаваться через молоко и людям Чтобы по этому поводу не переживать Просто нужно вовремя обрабатывать животных от паразитов И все у вас будет хорошо Спасибо всем, дорогие друзья, за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии по этому поводу Постараемся на все комментарии ответить Ну а с вами будем прощаться Пока